Всем привет! Я живой-здоровый, а то вы уже пишете, что случилось, почему нет новых видео. Операция «Алмаз, золото и озеро Виктория» прошла успешно. Почему нет видео? Потому что здесь, на Занзибаре, я вернулся естественно после добычи на Занзибар, начался сезон дождей и интернет просто умер. Вообще его нету, поэтому вот только коротенькие видео могу какие-то скидывать. Ни ко мне недели, ни чего-то такого, тем более длинных видео про добычу пока не будет. Наверное, еще неделю точно. И плюс я потерял где-то свои наушники без микрофона. Видите, теперь тяжело, то есть надо искать какое-то супер тихое место, чтобы записать видео. Вот, например, картинная галерея подходит хорошо. Нам такое нравится. Вон, видите, какие эти львята на вас смотрят. Кстати, лев на Суахилии — это Симба. Симба. Вот, о чем сегодня? Очень важная тема. Вот смотрите, запускаем видосики специально снятые для этой темы. Сейчас зима, да, и, ну, во многих частях мира, скажем так, сейчас зима. И у меня время от времени возникает такой вопрос. Я отправляю человеку в Канаду, в Англию, в Россию, какой-то камень или кольцо, и он пишет «Привет, Константин сегодня вечером получил, значит, камень. Вы что-то спутали, это не мой. Давайте отправлю обратно, вы мне вышлите мой». Мой был яркий-синий, а вы мне присылали какой-то черный или серый. Вот что происходит. Почти все камни, за исключением, пожалуй, опалов и еще нескольких камней — это у нас кристаллы. А кристаллы — это всегда про цвет и про свет. Вот, в зависимости от разного освещения, все камни дают всегда разный цвет. Цвет, да, извиняюсь, цвет. Вот, то есть на улице утром, днем, вечером, в пасмурную погоду, в ясную погоду, в сумерках — все камни дают всегда разный цвет, потому что они получают разное освещение. В помещении много света, мало света, желтая лампа дневная, белая лампа дневная, холодный, теплый, сколько кельвинов. Всегда ваш натуральный любой камень будет иметь разный цвет и часто камни вообще гаснут, да. Если вы откроете вашу посылку или достанете кольцо, которое вы уже давно носите, вечером, например, дома под лампочкой одной или двумя, и они будут, например, белые, он, как правило, дает совсем темный, почти черный цвет любой камень практически. Очень-очень мало камней дают какой-то неоновый эффект, я об этом всегда говорю, что посмотрите, вот этот камень с неоновым эффектом, что имеется в виду? Он тоже меняет цвет, он тоже становится хуже по цвету, он тоже может уйти в черный, но не так, как обычный, без неонового эффекта. Это нормально, все камни должны быть такими, это их натуральный, натуральное свойство, натуральное свойство. Более того, если камень всегда одного цвета, при любом освещении с ним что-то не то, скорее всего это синтетика. У меня даже была такая история когда-то, девушка заказала дорогой камень Турмалин Параиба, мы доставили, и она тоже получала его вечером в Москве в отеле при искусственном освещении, там еще был полумрак, такая приятная обстановка, полумрак, приехал мой сотрудник, отдал, она открыла коробку, говорит, извините, ребята, этот камень не мой, забирайте. Я ее уговорил посмотреть еще раз утром на улице, посмотрел, говорит, ой, извините, что-то я вчера напутала, что-то на меня нашло, видимо, это мой камень, я в него влюбилась. Значит, еще один момент тоже вам надо объяснить. Почему я всегда снимаю на улице? Я считаю, это единственный справедливый способ снять вообще камень. Почему? Потому что во всех ювелирных магазинах существуют профессиональные осветительные приборы, их очень много, они очень дорогие, и из поколения в поколение, то есть у них есть свои поколения, они становятся все круче и круче и круче, я знаю, что сейчас, например, в России, в Европе, в США все магазины переоборудовали уже седьмым поколением осветительных приборов, и они камни высвечиваются лучше и лучше и лучше. Грамотно подобранная лампа может совершенно невзрачный, никчемный камень высветить так, что просто будет, ну, супер вообще огонь. У меня были истории когда-то, мои друзья зашли в салон, там прям камни все горели, они их купили, вышли на улицу, все камни стали серыми. Они решили их сдать, пошли обратно в салон, оттуда мне позвонили, говорят, слушай, мы зашли, они прям такие все яркие, так горят, и мы решили их не отдавать. Ну вот, это я считаю несправедливо, можно даже, в принципе, это считать немножко небольшим обманом, да, потому что я сам сталкивался с тем, что вот продают специально на рынке лампы, вот эта лампа любой гранат высветит так, что он будет просто вот как лава гореть, да, вот, или как солнце. Вот эта лампа отдельно, специально другая, там другое количество кельвинов, другая теплота, освещение, она высветит любой синий сафир. Вот это только для изумрудов. И вот эти камни, то есть, будут гореть вот так ярко только под этими лампами и больше нигде никогда в жизни вообще. Я поэтому все камни исключительно снимаю только на улице, потому что солнце у всех одно и то же. Оно у всех одинаковое, оно у всех одно и то же. Ясно, что вот я приезжаю в Питер, например, мой ярко-синий сафир может целую неделю быть черным, но потом, когда появляется хоть какое-то солнышко, он становится синим, да. Вот это нормально, это естественное свойство камней, так должно быть. Камень должен менять свой цвет в зависимости от качества освещения и количества света, который на него падает. Я это видео записываю именно потому, что таких вопросов поступает время от времени определенное количество, пока небольшое. Но, собственно, мне удобно, да. Человек мне написал, спросил, я скопирую, скинул ему, он посмотрел, разобрался, все понял. Видео, которое вы посмотрели, мы сняли специально. Это вот как раз камни под электрическим освещением вы наблюдали и на улице. На улице и под электричеством, под электричеством и на улице. Вот, всем привет, не болейте, ждите новых видео. Скоро будет. Ждем интернет. Я полечу в другую часть страны, там будет интернет, начну скидывать, монтировать видео. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok